Столетний юбилей в эти дни отмечает кировчанка Любовь Алексеевна Рыболовлева. На праздник собралась вся родня. Дети, племянники, правнуки и праправнуки с трудом умещались в большой квартире. Поздравить долгожительницу с юбилеем пришли и высокие гости. Подробности в репортаже Ивана Швецова. Чтобы не запутаться в многочисленных приставках, прапрапра, родственники называют Любовь Васильевну просто бабушкой. Вокруг виновницы торжества собралась вся многочисленная семья. География обширна. От Сахалина до Минска приехало более 50 человек. Большинство из Кировской области. Всю жизнь Любовь Рыболовлева работала поваром и всегда была лучшим по профессии. В годы Великой Отечественной войны она работала в тылу, в Свердловской области, в городе Ревда. За трудовые заслуги перед Родиной у нее есть почетные грамоты и медали. А в 100-летний юбилей ее заслуги перед Отечеством устами главного федерального инспектора по Кировской области отметил и президент России Владимир Путин. Уважаемый Любовь Васильевна, примите искренние поздравления с юбилеем и на лучшими пожеланиями. Мы гордимся вашим поколением, поколением героев и победителей, которые прошли тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Каждый внес свой поистине бесценный вклад в общую победу. Этот бесперимерный подвиг навеки останется и будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности, долгу. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Каждый год в этом доме на праздники собирается множество гостей. Семья растет день это дня. На день рождения бабушки пришли и многочисленные малыши. Семья у нас дружная. Нам все говорят, что как вы дружно живете. Если у нас юбилей, мы все уже обзваниваемся, идем по возможности поздравляем. Но в основном на все мероприятия у нас собирается вся семья. Собирается здесь, в этом доме? Здесь. На Новый год, на день рождения, на церковные праздники. Это обязательно. Пример Любовы Рыболовлевой и ее рода показывает, что крепкая семья – это тот бастион, та крепость, которая может выдержать смену любого политического режима, любую мировую войну. Нужно только любить и поддерживать друг друга, во что бы то ни стало. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Продолжение следует...